МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Татьяна Трофимова. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Муниципальный инвестиционный паспорт. Члены Высшего экономического совета подвели итоги уходящего года и обозначили перспективы. Спасибо вам, родные доктора. В городском клиническом центре появилась комната психологической разгрузки врачей. Лучшие в деле. Объявлены имена победителей конкурсов лучший государственный гражданский служащий и лучший муниципальный служащий в Чувашской республике. У каждого муниципалитета скоро появится инвестиционный паспорт. Об этом заявил на заседании Высшего экономического совета глава Чувашии. Об итогах уходящего года и перспективах реального сектора в нашем материале. Удержаться на плаву в 2020 предпринимателям было непросто. Правительство страны и региона приняли комплекс мер по минимизации рисков для бизнеса общества. Миссия выполнена, считает глава республики. Экономическая ситуация стабильная, спад минимальный. В связи с решениями президента страны, которые были направлены на поддержку бизнеса в условиях пандемии, у нас более чем 28 тысяч субъектов хозяйственной деятельности, это в основном малый и средний бизнес, получили поддержку в различных формах. Это отсрочка арендных платежей, отсрочка оплаты налогов, субсидии на оплату заработной платы, льготные кредиты на поддержание численности работающих. К гарантийному фонду Чувашии на поддержку малого и среднего предпринимательства было направлено 454 миллиона рублей. Пока фонд обеспечил поручительство на реализацию 36 инвестиционных проектов. Поддержка предпринимателям чаще всего нужна была при покупке оборудования, транспорта, строительстве и приобретении недвижимости. Мы единственные из 10 регионов, которые вошли в индивидуальную программу социально-экономического развития, которые на 100% выполнили все плановые показатели. Так, на сегодняшний день гарантийный фонд у нас вообще имеет уникальный размер капитализации более миллиарда рублей. Данная мера позволяет нам выдавать поручительство от республики на сумму до 100 миллионов рублей. Это одна из, наверное, самая крупная даже в ПФО сумма, поэтому здесь у нас есть конкурентная преимущество. Большие планы на следующий год по развитию Новочебоксарска. Намечена реализация 42 инфраструктурных и 14 инвестиционных проектов. В городе планируется создать территорию опережающего социально-экономического развития. Инвестпортфель предполагает привлечение более 12 миллиардов рублей. На сегодня есть договоренность с 18 потенциальными резидентами, которые планируют создать 21 новое производство. В кратчайшие сроки каждый муниципалитет должен разработать инвестиционный паспорт, где будут учтены инфраструктура, экологическая обстановка, сельскохозяйственный потенциал и другие особенности территории. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Тема прямых выборов глав муниципалитетов вызывает большой общественный резонанс. Многие эксперты зачастую связывают неэффективность их работы именно с институтом назначения. Можно ли вернуть голос народа, а заодно избавиться от двуглавой системы местного самоуправления? Об этом говорили сегодня за круглым столом в Общественной палате Республики. Повсеместные прямые выборы политологи называют самым демократичным механизмом формирования органов местного самоуправления. Когда-то так и было. Но в 2009 году законодательно была закреплена новая модель управления. В соответствии с ней глава муниципалитета может избираться из состава местного собрания депутатов. Но есть еще и так называемый сити-менеджер, назначенный на эту должность в ходе конкурса. При такой системе полномочия между главами разделены. И это не всегда идет на пользу в управлении городом. Время показало, что полномочия и денежные ресурсы лучше сосредоточить в одних руках. Это вызвано тем, что хотят повысить эффективность управления муниципалитетом. И ищут подходы, как изменить ту ситуацию, которая на сегодняшний день есть в республике. Вот это вот, скажем, когда два человека руководят территорией, видимо, не всегда бывает эффективно. И поэтому сегодня здесь представители политических партий, члены общественной палаты, общественники, депутаты муниципалитетов вели довольно-таки жаркую дискуссию о том, как все-таки обустроить систему управления в Чувашии. Но это только начало дискуссии. Если в обществе есть запрос на прямые выборы, то это надо обсуждать, считают политологи. Минстрой выполняет обещание. Состоялась очередная встреча с дольщиками, на этот раз жилищного комплекса «Соленоя». На каждом объекте свои проблемы. Проектирование, корректировка, обследование. Зачем это вам возни? Нам бы дали бы деньги, мы бы давно купили квартиру. Чего вы себя мучаете и нас мучаете? Патовая ситуация. В нее попали дольщики пятой позиции микрорайона «Соленоя». Покупая квартиру в строящемся доме в 2015 году, они не могли предположить, что спустя пять лет стройка так и не начнется. Объект застыл на нулевом цикле, виден только фундамент. Мы приобрели квартиру по проезду «Соленоя-5» и должны были построить в 2016 году, до сих пор квартиру не имеем. Мы стали обманутыми дольщиками. Застройщиком был Алза. Свое дело он не довел до конца, он объявил себя панкротом. Но мы хотим получить свое жилье законное, в которое вложили деньги. Региональный фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства в этом году выделил финансовые средства на достройку дома в размере с 440 миллионов рублей. Сегодня проводятся мероприятия, которые направлены на передачу этого объекта нашему региональному фону защиты прав дольщиков и, соответственно, на возобновление строительства. Затем предстоит работа по корректировке проекта смертной документации. И с учетом обследования этого объекта, состояния конструкции. И после получения положительного заключения государственной экспертизы по этому проекту отобрать подрядную организацию, которая будет выполнять строительно-монтажные работы. Подрядчик будет выбираться на конкурсной основе. Возобновить строительство планируют во втором квартале 2021 года. И уже через год завершить все работы. Ольга Семенова, Сергей Копеев, Республика. Акция «Спасибо докторам» продолжается. При поддержке фонда президентских грантов Минздрава Чувашии и культурно-выставочного центра «Радуга» в городском клиническом центре организована комната психологической разгрузки. Теперь и в больницах медики смогут отвлечься от тяжелых будней. Выставочные ширмы развернулись в местах отдыха медицинского персонала в семи клиниках Чувашии. Социальный проект арт-аптека бойцов «Ковидного фронта» по замыслу авторов должен снять синдром профессионального выгорания медицинских работников красной зоны. Пандемия разделила жизнь на «до» и «после». Но тяжелее всего пришлось медикам, работающим в красной зоне. До начала пандемии мы не работали в защитных костюмах. Но мы уже к этому всему привыкли, что даже сейчас не замечаем, что нас запотевают очки, что нам тяжело дышать в респираторе. В таких комнатах не увидишь белых халатов и медицинских инструментов. Вместо них непривычные кисти и краски. Комплект каждой арт-аптечки включает 24 произведения живописи в технике Жиклея. Выставочную ширму, кресло-мешок, светильник, портативную колонку со звуковой картой, мольберты, материалы для творчества, методические рекомендации по творчеству. Эмоционально тяжело воспринимать, когда больные, которых ты знаешь, которых ты принимаешь, они потом умирают. Приходишь на следующее дежурство, их уже нету. Они поступают еще с надеждами, с планами какими-то. И просто приходишь, и все, человека нет. Это, конечно, очень тяжело переносится. Их немало. Открытие этой площадки помогает нам эмоционально разгрузиться. Все-таки творчество, оно способствует возникновению каких-то положительных эмоций. И, в общем-то, в какой-то степени, возможно, нейтрализует те отрицательные эмоции, которые мы получаем. Спокойная музыка, виртуальная реальность. Вот она, прогулка вместе с художниками по лесным дорожкам, горным тропам и долинам. Я сама тоже и врач, и художник. У меня две профессии. Терапия включается в работу правое полушарие головного мозга. И включаются дополнительные резервы. Да есть такое слово «нужно». Время выбрало нас. Поэтому бывает и трудно. Но вот такие вот комнаты, как арт-терапия, они, конечно, нам помогают. Екатерина Шиверова, Николай Скворцов, Республика. «Лучшие в деле». Объявлены имена победителей конкурсов «Лучший государственный гражданский служащий» и «Лучший муниципальный служащий» в Чувашской Республике 2020 года. Такие конкурсы делают чиновников профессиональнее. Ежегодно участники представляют свои проекты, связанные с улучшением качества работы органов госвласти. Новый взгляд на привычные вещи. Свежие идеи и предложения обретают конкретную форму. Так, Олеся Ефремова, заведующая сектором развития малых форм хозяйствования Министерства сельского хозяйства, оптимизировала механизм реализации грантовой поддержки фермеров, владельцев личных подворий, с помощью цифровых технологий и стала победителем. Безмерно приятно, что мою работу оценили по достоинству. Это непременно вдохновляет. Хочется, чтобы государственную поддержку сельхозтового производителя получили быстрее, доступнее и проще. Для этого мы разрабатываем электронную платформу личных кабинет сельхозтового производителя. Лучшим муниципальным служащим стала Ольга Тумаланова, начальник управления муниципального контроля администрации столицы. Конкурсы служат хорошей площадкой для формирования кадрового резерва на государственную службу. Ульяна Питакова, Маргарита Мельникова, Николай Скворцов, Республика. Пандемия проверила в этом году малый бизнес на прочность и выживаемость. Не все сдали этот экзамен, но те, кто воспользовался мерами государственной поддержки от центра «Мой бизнес», выиграли и сумели остаться на плаву. Инвестировать в будущее с такой командой профессионалов не страшно, считает Роман Туров. За шесть лет принцип работы его коллектива не изменился. Только постоянное развитие ведет к цели. А для тех, кто хочет развиваться, все двери открыты, уверен Роман. Сегодня открытая политика. Пожалуйста, приходите в «Мой бизнес», проконсультируют, предложат по телефону, позвонят. Придите в Министерство экономического развития, там тоже двери открыты. Нас везде консультировали, никто нам не отказал. Среди наиболее востребованных форм поддержки в этом году поручительство и микрозаймы гарантийного фонда. Поддержку по этим двум видам получили более 500 человек. В центр могут обратиться те, кто открыл свое дело, и те, кто только собирается. В 2020 году, несмотря на эффект коронавирусной инфекции, мы достаточно активно проработали и предоставили более 400 микрозаймов на сумму более 960 миллионов рублей. В следующем году также планируется поступление субсидий, и мы планируем объем поддержки на уровне также 600-700 миллионов рублей. Мы также будем проводить обучающие мероприятия в различных акселерационных форматах, форматах мастер-классов, проведения тренингов. Системные меры поддержки по достоинству оценили многие предприниматели. Кто-то открыл для себя новые рынки, увеличил объемы продаж, а кто-то повысил свои компетенции в таких направлениях, как менеджмент, маркетинг. Маргарита Антонова только в этом году зарегистрировалась как индивидуальный предприниматель. Она шьет детскую одежду. Чуть ее не подвело. Онлайн-продажи по сравнению с офлайн в этом году так выросли, что сомнений в выборе не осталось. Уже много лет вынашивала идею производства детской одежды и первоначально обратилась в центр «Мой бизнес» за образованием. Я прошла программу «Мама-предприниматель» летом этого года. Получила базу знаний, а также поддержку в виде субсидий на сертификацию моей детской одежды, а также субсидию на услуги фирмы, которая помогает поставщикам выходить на крупные маркетплейсы. В этом году в республику поступил 1 миллиард рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства. Средства из федерального бюджета по индивидуальной программе социально-экономического развития поступят и в 2021-м. Это позволит не сокращать объемы поддержки начинающих предпринимателей. Эксперты уверены, что бизнес продолжит развитие, если сохранит гибкость и качество. Большое кино возвращается на село. В Парецком районе состоялось торжественное открытие кинозала. Напомним, он 19-й по счету, открытый в республике в рамках программы Фонда кино. В афише сразу 4 киносеанса. Первый фильм «Огонь» его показ состоялся одновременно с московской премьерой. Сеансы будут проходить в четверг, субботу, воскресенье по несколько раз в день. Старая сказка на новый лад. Чувашский тюз представил на суд зрителей детский спектакль «Белоснежка и семь гномов». О премьере в репортаже Ольги Семеновой. Как рассказать детям о вечных ценностях? Чтобы было понятно, где добро, а где зло. Где побеждает любовь, несмотря на все ухищрения зла. «Белоснежка и семь гномов» предстают перед зрителями в новых образах. Объемные изображения, спроецированные на экране, необычные костюмы усиливают сказочный эффект. Это был некий такой эксперимент и для меня тоже, потому что всегда новый спектакль – это новый эксперимент всегда, и новые-новые какие-то задачи. И поэтому мы как-то попытались использовать материалы, те возможные ткани, которые мы тут нашли, и что-то такое интересное сделать для вас. Спектакль поставил Дмитрий Михайлов. Режиссеру свойственно искать новые пути и возможности самовыражения. Произведение «Белоснежка и семь гномов» всем известно. И снимались фильмы, и мультфильмы снимались, и спектакли также ставились. Наш театр, театр юного зрителя, тоже решил поставить этот спектакль, потому что, во-первых, тема очень актуальная. Это добро и зло, это отношения, это любовь. Мы использовали достаточно современные технологии. Это очень большой видеоряд, это несколько экранов, это и свет, это и музыка. Артисты играли с душой, и зрители это оценили. Настрой зала не изменили даже меры ограничения. В преддверии Нового года корреспонденты национального телевидения вышли на улицы столицы республики, чтобы узнать настроение горожан. Ожидание чебоксарцев в нашем сюжете. «Я надеюсь, что следующий год пройдет лучше, чем этот, то что все будет хорошо и наладится». «Я жду изменения в мире, что когда-нибудь мы все-таки победим эту пандемию коронавируса, и все у нас станет так же, как обычно. У нас снимется масочный режим, все будут держаться уже не на расстоянии друг от друга, а спокойно мы сможем друг с другом обниматься и дарить друг другу радость». «Я хочу, чтобы жизнь нашей страны вообще улучшилась, экономически улучшилась ситуация каждого человека». «Будем надеяться, что пандемия закончится, что все будут здоровы, никто не будет больше болеть». «Этот год был очень тяжелым для нас, но надеюсь, что 2021 принесет только радость и счастье, позитив и успех всем». Это были главные новости субботы 26 декабря. Хороших вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok